Нагдедичи на дожливые надбурья, гумили все равно выглядая по святочному. Баннеры, дорожные растяжки и флажки колеров белорусско- и украинско-державных стяхов. Завтра у 10-й один ранницы в городе Насужем почнится посаджение белорусско-украинского консультативного совета делового супрацовництва. Это первое мероприемство в двухдённой программе форума регионов. Интерес возрастает, конечно. На настоящий момент 700 участников заявилось с украинской и белорусской стороны примерно пополам. 16 регионов Украины, 6 из них возглавляют губернаторы. Облгосадминистрации сформированы списки правительственных делегаций. Также в форуме из почётных гостей примет участие председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы госпожа Тёрнстром. Она выбрала наш форум как площадку переговоров. За 8 месяцев этого года товарооборот помещал Белоруссии и Украины перевысил 3,5 миллиарда долларов. Основные экспортные позиции на автопродукты, минеральные удобрения, грузовые автомобили и тракторы не выключены, что после форума этот список может поведеться. Белорусский БОК организовал выставу, на которой представлена вся очейная техника. 115 узоров, участка за каких мало вядомые навык специалистам. На час работы первого форума региона Белоруссии и Украины головную площадку Гомеля отвели под великую выставочную клятцовку очейной будногабаритной техники. Тут и кульсиневашевские комбайны, и техника Белкомон, машины МКДОРа, и белорусские тракторы. Например, вот такие призначены для работы на заболоченной местовости. Это даже опытный узор. Еще одна выстава пройдет в Гомском Манеже «Динамо». Тут свою продукцию презентуют больше 180 денег из Белоруссии и Украины. В Гомском отделении Белорусской Гандиловой промысловой палаты кажут, что им нужно представить все сферы айчинной экономики. Украинский БОК упор зарабил на региональной экспозиции. Причем демонстрация достигнений – только одна задача выставы региону. Не меньше важная тема – проведение перемол и заключение контрактов. Конечно, будут B2B-переговоры. Мы их будем проводить как в рамках консультационного совета, так и на самой выставке. Все группы, все члены и участники параллельных мероприятий обязательно приедут на выставку. И здесь проведут переговоры прямо на стендах участников выставки. То есть это будут переговоры и на белорусских стендах, и на украинских. Первый форум регионов Белоруссии и Украины станет так самопляцовкой для поседжения рабочих групп по взаимной присутствии на рынках краин, сельскохозяйственной продукции и харчовой продукции, а так само применение ветеринарно-санитарных мер. КУГЭТАШ в спис можно додать науково-практичную конференцию по интеграции в сфере адукации, развитию рочного судноходства и трансграничном сопротивлении, уголене науки и технологий, размыву проватности ДЕБ, боротьбе с усыханием лесов и лесными пожарами, а так само в суместных доследованиях у сферы высокомолекулярной химии и генетики. Институт является одним из ведущих лидеров бывших стран Советского Союза в области генетики, поэтому мы много принимаем на стажировку украинских специалистов, они проходят у нас такую практику, и очень хорошо это. Одной из сознатных падей первого форума региону Беларуси и Украины станет запланованный на 25-е косвечника концерт «Дружбы». Как чекается, у им примуть удел больше 500 артистов за беде в Украин. Суместные репетиции сегодня начались в областном громадско-культурном центре. В этом же будинке разгорнится так званая выстава брендов, на которой каждый район Гомельской области представит свои знаковые помники, выробы и мястины. На 26-е косвечника заплановано пленарное посаджение форума, основанная тема «Перспективы регионального сопротивления Беларуси и Украины». На этом форуме ожидается подписание договора о сотрудничестве между Гомельским обл. исполкомом и Запорожской областной государственной администрацией. Уточняется и актуализируется вместе с Киевской администрацией. Также планируется подписание договора о сотрудничестве и фактически о побратимстве между городом Гомель и городом Днепр. Алик Синчаров, Валерий Капанько, Телерадо Компания Гомель.